Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. В сегодняшнем выпуске Дмитрий Гордон, Марьяна Ро, Ольга Бузова, Михаил Ефремов, Анастасия Волочкова и, конечно, любимый ТикТок. Начнем с Михаила Ефремова. Как вы все знаете, он сейчас отбывает срок за свое наказание, которое он совершил еще, по-моему, два года назад. Когда он в нетрезвом состоянии сел за руль, и всю эту историю мы знаем дальше, пересказывать не буду. Ну и вот буквально на днях Михаил Ефремов подал касационную жалобу на приговор, в которой попросил о смягчении срока. Аргументы актера были следующие. По его мнению, суд не принял во внимание тот факт, что актер занимался благотворительностью много лет, много раз извинялся перед родными погибшего и выплатил им 4,5 миллиона рублей компенсации. Также он просил обратить внимание суд на то, что погибший Захаров не был пристегнут ремнем к безопасности, а это в корне могло изменить ситуацию. Закончил он свою жалобу вот такой вот цитатой. «Прошу проявить ко мне милосердие». Вот так вот Михаил Ефремов пытается просить снисхождения отсюда, и все-таки, чтобы ему сократили срок пребывания в местах не столь отдаленных. Конечно, каждый сейчас может написать свой комментарий, и нужно даже это сделать. Пишите все, что вы думаете по этому поводу. Я лишь хочу сказать от себя, то, что он сделал, это однозначно ужасно, потому что пьяному человеку садиться за руль, это недопустимо. Но я вам скажу больше, что во многих странах, как и в России, в Украине, многие люди вообще ездят без прав или покупали их, понимаете? И очень часто ездят пьяные и под чем-то, и в общем. И попадают в подобные же ситуации, только почему-то их не сажают в тюрьму. Даже давайте вспомним того же Константина Меладзе. Все вы знаете, что он был в такой же ситуации. Я не знаю, был он выпивший или не был. Здесь уже, как говорится, никто не узнает. Ну, вроде бы как не был. Но, тем не менее, нужно называть вещи своими именами. Константин Меладзе тоже убил человека на пешеходном переходе. И что? И ничего. Живет себе дальше, радуется. Он розовый дым, написал Вере Брежнева. Недавно он выкладывали в сториз. Они там вдвоем в машине напевали эту песню. Ну, в общем, выглядело это все, конечно, не очень со стороны. Но в любом случае, сами понимаете, да? Вот такие вот стандарты двойные. А все почему? Потому что Михаил Ефремов открыто критиковал власть. Я связываю это с этим. Хотя, опять-таки, хочу подчеркнуть, что абсолютно заслуженно отбывает срок свой за то наказание, которое он сделал. Но я хочу, чтобы все эти законы работали для всех, а не только выборочно. На тех, кто критиковал когда-то власть. В общем, с Михаилом Ефремовым вот такая вот новость. Жду ваших комментариев по этому поводу. Переходим дальше. Ольга Бузова буквально на днях перекрасилась снова в блондинку. Собственно, именно такой мы ее и узнали. Но долгое время она была брюнеткой. Вот я не знаю, что на нее нашло. Возможно, ситуация на канале Матч ТВ решила как-то изменить свою жизнь и начала с цвета волос. Ну и, в общем, перекрасилась в блондинку. Выложила пост у себя в инстаграме. Обратилась к своим подписчикам с вопросом, ну как вам? Ну и как-то подписчики не очень одобрили ее возвращение к блонду. В общем, много хейток прилетело от ее же поклонников. Потому что, хочу напомнить для тех, кто не знает, у Ольги Бузовой инстаграм закрыт. И поэтому для того, чтобы следить за ней, нужно на нее подписаться. Собственно, что мне пришлось сделать, чтобы иногда посматривать, что у нее там происходит. Ну и, в общем, комментарии вы можете вот видеть на своем экране. Много их очень нехороших. Вот, могу немного зачитать. А что, желтая? А мне нравилось то, что было в 2018-м брюнетка. Не знаю, брюнетка мне нравилась больше. Хотя, может, привыкнем к блондинке. Время покажет. Не идет тебе блонд. Темненькая лучше. Ну, в общем, как вы поняли, огромное количество ее поклонников считают, что Оля сделала большую ошибку. Как по мне, так знаете, что Ольга Бузова брюнетка, что Ольга Бузова блондинка. От этого суть не меняется. Таланта, как говорится, не прибавится. Ну, а так-то почему бы и нет? Поменяла к лету цвет волос. Решила стать воздушной и легкой, в общем. Но поклонники не оценили. Как вам Ольга Бузова с ее новым цветом волос? На канале у Дмитрия Гордона буквально недавно выходило интервью сначала с рэпером Фейсом, а потом сразу следующее же интервью было с его девушкой, женой. Не знаю, не вникал в эти подробности, даже не хочу. Не надо меня за это судить. Его девушка Марьяна Ро. Но если про Фейса я еще что-то слышал, я так понял, что Фейс был когда-то в роли Моргенштерна, популярно много лет назад. Но сейчас он не настолько популярный, а возможно и популярный, просто я этого не знаю. Ну и в общем, сначала интервью было у Фейса, а следом было у Марьяны Ро. После чего Марьяна Ро выложила у себя на странице в Инстаграме гневный пост и обвинила Дмитрия Гордона в сексизме из-за заголовка. В общем, не понравился Марьяне Ро заголовок на YouTube-канале, собственно, где вышло интервью с ней. Само интервью ей очень понравилось. Я его не смотрел, смотреть не буду, возможно, кто-то его увидел. Делитесь с вами впечатлениями, потому что и так столько ноунеймов неизвестных для меня. Хотя по количеству подписчиков в Инстаграме у Марьяны Ро, все-таки она оказывается очень популярный блогер или певица, или кто она сейчас уже вообще не имеет никакого значения. Наехала она на Дмитрия Гордона о том, что описание под видео в интервью ей не понравилось. Я вам сейчас зачитаю, что же ей так обидело. Топ-блогер Марьяна Ро, драки с Ивангаем, секс с Фейсом, Путин, Дудь, Пугачева, в гостях Марьяна Ро. В общем, я не знаю, что ее так обидело, драка с Ивангаем или секс с Фейсом. Марьяна Ро, как вы поняли, публично высказалась в адрес Дмитрия Гордона и обвинила его в сексизме. Я не знаю. Возможно, так и есть, хотя если вспомнить все заголовки Дмитрия Гордона, они все приблизительно так и звучали. Для меня Дмитрий Гордон не очень интересный как интервьюер. Как будто человек застыл во времени, знаете, вот уже 21 век, а у него вот все как будто из 90-х. Но это мое личное такое мнение, возможно, кому-то он очень даже нравится. Ну а по заголовкам даже из сайта Дмитрия Гордона можно было прекрасно понимать, что примерно так они все и будут звучать. Я думаю, зря Марьяна Ро обижаются, да и к чему здесь тот пафос. Как по мне, так это, знаете, такая чисто хайповая история, чтобы люди просто зашли на интервью Дмитрия Гордона и посмотрели интервью с ней. Возможно, ее просто задевает, что количество просмотров с ней гораздо меньше, чем с Фейсом ее парнем. Это лишь мои предположения. Ну а вы пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Переходим дальше. Анастасия Волочкова снова дала инфоповод о себе поговорить. На этот раз уже не суд, не любовники, не все вот эти ее истории личного характера. Что бы вы думали, Анастасия Волочкова выпустила альбом. Вам не послышалось. Именно альбом с песнями, которые, как она утверждает, писались на протяжении 10 лет. Я не знаю, правда, кем, но не важно. Вот, собственно, что она пишет. Дорогие друзья, спешу сообщить, что наконец-то вышел альбом моих песен. Многие, наверное, и не знали, что они есть в моем репертуаре. Да, Настя, мы не знали, и лучше бы и не знали. Я не рассчитываю на то, что Анастасия нас удивит какими-то своими вокальными данными. Балерина, она, возможно, и крутая, но петь зачем? Хотя, с другой стороны, наверное, она просто насмотрелась на Бузову, тиктокеров и всех поющих блогеров и подумала, а почему бы и мне не запеть? Вот такая вот волна бездарных певиц и певцов. Продолжаю читать ее пост. Все эти песни записывались мной в течение 10 лет. Первой стала песня «Балерина», написанная для меня Игорем Николаевым. Серьезный композитор и поэт, хочу вам сказать. На следующий день после студийной записи он показал ее Али Борисовне Пугачевой, и она сразу пригласила меня в свой проект «Рождественские встречи» как единственную поющую балерину. Да, я помню, была такая история, когда Волочкова действительно принимала участие в качестве поющей балерины. После того, как на сцену в таком качестве меня вывели два таких метра, в моем репертуаре стали появляться песни и других авторов. Ну, в общем, и там еще много всего. Я не буду читать, потому что мы сейчас с вами просто заснем. Знаю Анастасию Волочкову, этот ее лепет. Пусть будет. В общем, сообщаю для вас очень важную информацию. Анастасия Волочкова выпустила новый, не новый, а единственный пока что альбом. Надеюсь, он останется единственным. Все-таки Насте лучше дальше заниматься балетом и давать свои шоу, радовать публику. Кто-то же ходит на ее концерты. А пение лучше все-таки оставить для людей, которые непосредственно имеют к этому отношение. Сегодня поют все, поэтому, возможно, кто-то из вас, слушатели этого канала, тоже уже в предвкушении готовят какие-то альбомы. Для нас радуйте. Пишите, я с удовольствием вас пропиарю. Ну а почему нет? Бесплатно абсолютно. Возможно, кто-то станет очередной звездой и покорит сердца миллионов. Но это все шутки, как вы поняли. Я прекрасно понимаю, что Анастасия Волочкова и пение – это как две параллели, которые никогда не пересекутся. Но, с другой стороны, чему удивляться, когда сегодня поют все, кому только не попадя. Я лично слушать альбом Анастасии Волочковой не буду, но для вас вот доношу такую информацию, возможно, кому-то очень даже и зайдет. Поэтому, пожалуйста, принимайте новость, находите ее альбом, наслаждайтесь, кайфуйте, получайте удовольствие. Ну и мои любимые тиктокеры, как же без них? Каждый божий день они что-то преподносят. На этот раз у школьников в тиктоке новый челлендж. Челлендж – что такое? Объясняю. Это кто-то один мега умный в кавычках что-то придумывает, я не знаю, там в серии «прыгнуть с моста». Называет это челленджем и предлагает это всем повторять. И все остальные начинают делать то же самое. Это я просто привел как пример. Плохой, наверное, но кто что первое в голову пришло. Так вот, у школьников в тиктоке новый челлендж – воровать колпачки с колес машин. Так что, если у вас есть машины, будьте осторожны, потому что тиктокеры это делают ежедневно, ходят на охоту, выкручивают эти колпачки с колес, а потом выкладывают это у себя все в тиктоке, хвастаются друг перед другом, кто больше насобирал, у кого больше улов. Вот такая вот забава. И кто-то же это все придумывает. Честно говоря, кто эти гениальные люди, которые придумывают вот такие челленджи? А почему никто не запустит челлендж почитать книгу, посмотреть что-то полезное? Обязательно нужно ходить, пить, воровать что-то. Ну вот вы видите, вот что хорошего в этом тиктоке. И как можете видеть на этих видео, улов очень даже неплохой. Там даже они советуют друг другу, где это все дело можно продавать. Вот такие вот забавы у школьников в тиктоке. В данном челлендже ребята же занимаются воровством. Мало того, они это все снимают сами на камеру и выкладывают от своего же имени в тикток, чтобы их похвалили. Вы понимаете вообще, вот откровенное нарушение законов люди уже выкладывают в тикток. А тикток почему-то это никак не контролирует и не блокирует. Я не могу понять, кто там вообще за этим всем смотрит. И смотрят ли вообще. Каждый раз, когда я снимаю что-то про тикток, я понимаю, что все это кому-то же нужно, если за этим никто не следит. То есть сегодня они воруют, завтра будут избивать, хотя уже это все есть и выкладывается. Также я видел в тиктоке, как девушки зазывали молодых несовершеннолетних девочек на поездки в Дубай. Сами понимаете, для чего зарабатывать в той самой древней профессии. И тоже тикток это все не блокировал. Я просто вот не могу понять, а где же границы у этого тиктока и существуют ли они вообще. Или завтра мы начнем наблюдать там, не дай бог, еще какие-то убийства. Надеюсь, до этого не дойдет. Но судя по тому, что я вижу, что происходит в этом тиктоке, там просто нет тормозов. И вообще никто ничего не контролирует. Вот честное слово. Как можно воровство пропускать и еще и запускать такие вот челленджи? Неужели они не могут вычислить того, кто это запустил и как-то всех привлечь? В общем, веселятся бы школьники. Поэтому следите за своими детьми. Я не знаю, там, возможно, кто-то у вас есть такого возраста. В каких челленджах они участвуют. Ну и водители, у которых есть машины. Сейчас же многие просто оставляют возле подъездов. Поэтому если в какой-то момент вы обратите внимание, что на ваших колесах нет колпачков, ищите в тиктоке. Ну, в общем, вот такие вот были новости. Также еще хочу напомнить, что вчера стартовала музыкальная премия «Жара», которую почему-то единственную не отменили. Вот так вот странно теперь, да, получается. Мы можем, конечно, много чего тут фантазировать и придумывать, потому что я знаю, что все фестивали, концерты, вот просто все поотменяли. Но музыкальную премию «Жара» почему-то не отменили. И причем это не один день, это будет три или четыре дня. Возможно, кто-то из слушателей этого канала будет на этой премии. Делитесь своими впечатлениями, рассказывайте, что там было самого яркого. Того, что мы не сможем увидеть по телевизору, возможно, там будут тоже свои интересные истории. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что Ани Лорак появилась на этой премии. Ну и Филипп Киркоров пришел на этот раз с детьми и со своим отцом. На эту музыкальную премию Филипп Киркоров приехал уже без давы. Но, как мы с вами знаем, там его фотограф где-то рядом бегает его и фотографирует. В общем, не знаю, чего ждать от этой премии. Возможно, она тоже преподнесет какие-то интересные сюрпризы. Хотя, очень честно сомневаюсь, потому что я думаю, после премии «Муз-ТВ» уже всем нужно передохнуть. Я думаю, что премия «Жара» пройдет очень спокойно и тихо. Но, в любом случае, время покажет. В общем, вот такие вот были новости сегодня. Надеюсь, они вам понравились. Не забывайте комментировать, оставлять свои лайки. Для меня это очень важно. Не устану об этом повторять и не устану вас всех благодарить за это. Спасибо всем тем, кто пишет приятные комментарии. Вам отдельное огромное спасибо. Хочу выразить отдельную благодарность постоянным зрителям и слушателям этого канала. Я вас вижу. Я читаю ваши комментарии, всегда вам стараюсь всем ответить. Мне безумно приятно, что вы не пропускаете мои видео. Ну а те, кто пропускают, не забывайте переходить на канал и смотрите все остальные видео. Потому что на этом канале видео выходят ежедневно. Стараюсь для вас. Поэтому все, что от вас требуется, это просто просмотр и нажатие пальца вверх. За что вам огромное спасибо. И как всегда, вы помните, никому не расходиться. А если уходите, то обязательно возвращайтесь. Потому что я вас здесь всегда жду. Встретимся в следующем видео. До скорых встреч. Пока-пока.